Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня мы продолжим говорить про библиотеку анимаций Framer Motion и разберем вполне конкретный компонент, который называется Animate Presence. Поговорим про него, зачем он нужен и какие у него есть особенности. Нужен он для того, чтобы позволить нам динамически что-то добавлять в дом или убирать. Соответственно, мы не используем старый добрый Display None для того, чтобы что-то скрыть. Мы конкретно берем элементы и удаляем из, соответственно, дом-дерево. Причем удаляем его с анимацией. Добавляем с анимацией, удаляем с анимацией. Все происходит плавно, естественно и гармонично. Мы сделаем два простеньких компонента, но на базе них поймем определенные нюансы по работе с данной технологией. Идем в VS Code. У меня здесь пустой компонент App. И я буду создавать несколько дополнительных компонентов, на базе которых мы, собственно, и будем смотреть всю историю. Начнем с простого компонентика, который я назову Collapsible. Он у нас будет импортировать Framer Motion. Из Framer Motion он будет у нас доставать тот самый Motion, который мы смотрели в прошлый раз, и будет смотреть Animate Presence. Тот самый, который мы хотим рассмотреть сегодня. Ну и также нам понадобится для работы, нам понадобится React, и если быть точным, нам понадобится его HookUseState. Ну и давайте сам компонент напишем. Соответственно, Collapsible. Collapsible. Он у нас будет принимать пропцы. И сразу сделаем экспорт, чтобы не забыть, что я ожидаю получить в пропцах. В пропцах я ожидаю просто некий тайтл, по которому я буду кликать при, соответственно, открытии и раскрытии. И если вдруг мне никакой тайтл не будет передан, я просто использую банальный ClickMe. Я буду ожидать некий Children. Соответственно, некие дочерние элементы, которые у меня будут скрываться и появляться в зависимости от состояния данного компонента. Соответственно, это состояние у меня будет динамически меняться. Изначально у меня будет нечто невидимым. Соответственно, у меня будет переменная isVisible. И функция ее обновления setVisible. Ну и мне нужна функция, которая будет управлять моей Visibility. Соответственно, handleVisibility. И здесь я буду выставлять visibility на противоположное тому, что было перед этим. Вот такая вот будет история. Ну и что я буду возвращать? Что я буду возвращать? Во-первых, я буду возвращать react-фрагмент, внутри которого у меня будет нечто, на что я буду кликать. То, что мне не нужно будет анимировать. Это может быть кнопка, это может быть div. Для простоты у меня будет просто div. И этот div будет с тем текстом, который я передам через props. Соответственно, здесь у меня будет title. Что с этим div? У diva у меня будет как раз некое событие клика. И в данном случае клик будет тот метод, который мы написали ранее. При клике мы будем что-то скрывать или показывать. Ну и немножко мы все дело стилизуем, чтобы хотя бы хоть как-то это прилично выглядело. Добавим небольшой background. Ширину. Ну и небольшой отступы. Пожалуй, хватит. Ну и будет некая контентная область, которую мы хотим скрывать или показывать. И вот эта контентная область, она у нас будет динамически появляться, либо, соответственно, будет отсутствовать в доме. И чтобы это дело мы могли использовать с анимацией, мы используем специальный компонент animatePresence. Соответственно, мы его добавляем. И для него как раз дочерним элементом мы будем добавлять наш motion какой-нибудь компонент. Соответственно, здесь у нас будет ключик. Мы будем проверять на видимость. И в случае, когда у нас элемент видимый, мы его как раз и будем рисовать. Соответственно, здесь у нас будет motionDiv. С определенным количеством настроек. Ну и внутри него будет еще один div. Уже внутри которого будут children. Соответственно, здесь тоже мы небольшие стили напишем. Тот же самый бэкграунд. А, даже без бэкграунда, я думаю, мы с вами пойдемся. Просто я небольшой паттинг добавлю. Такой же, как у нас был у родителя. Как-то так. Нам остается сделать анимацию. Но давайте, прежде чем анимацию будем делать, мы посмотрим вообще, как это выглядит. Здесь, наверное, у родительского компонента нам преймер motion не понадобится. А нам здесь понадобится тот компонент, который мы только что сделали. Соответственно, у нас он назывался collapsible. И добавим его на страницу. Соответственно, мы хотим передать ему текст, на который мы будем кликать. Текст или title. Я уже забыл. Давайте посмотрим. Title все-таки. Ну и мне нужен какой-то текст, который я, соответственно, хочу скрывать или показывать. Ну, я просто скопирую тот текст, который у меня был заготовлен. Вот такой вот большой-большой текст, разбитый на абзаце. Я хочу показывать. Соответственно, давайте просто запустим наше приложение. По-моему, оно у меня где-то запущено сборочкой. Посмотрим, как оно пока что выглядит без анимации. Вот у меня кнопка. Я на нее кликаю, что-то появляется. Ну и, соответственно, скрывается. Я хочу все это дело заанимировать. Давайте уже поработаем с нашим motion. Правда, перед этим давайте просто убедимся, что происходит с нашим домом. Когда у меня элемент видимый, вот я его вижу на странице. Ну и, соответственно, он у меня скрывается. Ну, логичное поведение. В целом, вот это условие даже без animate presence, оно нам обеспечивает. Но без animate presence у нас не отрабатывала бы анимация, которую мы сейчас будем делать. А с ним эта анимация будет прекрасно у нас работать. Давайте ее сделаем. В данном случае я хочу сделать анимацию для работы с высотой. С высотой у меня будет некая изначальная анимация. Я буду говорить, что изначально, когда у меня все дело закрыто, у меня будет высота равная нулю. Ну и до кучи можно еще сделать здесь opacity. Opacity тоже равная нулю. Когда же у меня все дело отображается, я хочу, чтобы оно анимировалось. И я хочу, чтобы у меня высота была со значением auto. И вся прелесть заключается в том, что автоматическая высота прекрасно анимируется. Ну и opacity, конечно же, я хочу, чтобы было все видно. И когда у нас что-то динамически добавляется и исчезает, мы также можем использовать prop exit. Для того, чтобы у нас на исчезновение также анимация благополучно отрабатывала. Соответственно, на исчезновение тоже у нас с анимацией будет height 0 и opacity 0. Опять же, как и в прошлый раз, мы могли бы создать отдельные варианты и передавать сюда уже просто варианты, а не то, как я это делаю сейчас. Ну и управлять настройками transition мы тоже здесь можем. В данном случае ничего не меняется. И в данном случае у нас не очень видно, что происходит. Давайте, наверное, немножко стилизуем все-таки то, с чем мы сейчас имеем дело. Для этого мы здесь тоже сдадим ширину. Равную тому же, что у нас было выше. К тому же, что было выше. И зададим небольшой border. Соответственно, в один пиксель. Солидный. И того же цвета, что у нас в нашей кнопочке. Вот такая вот история. Ну и, наверное, все-таки давайте opacity уберем, чтобы было заметнее, что у нас именно происходит. Потому что, когда у нас еще и края исчезают, это не очень, наверное, все-таки очевидно. Вернемся. Что-то идет не так. Да, нам нашему motion view надо добавить очень важное свойство, из-за которого у нас сейчас все ломается. Это свойство называется, соответственно, overflow hidden. Что у нас размер-то вроде меняется, но текст мы все равно видим. И это не есть хорошо. Соответственно, так вот это уже более похоже на правду. Мы всегда можем, да, когда мы разрабатываем какую-то анимацию, всегда, чтобы просто понимать, что происходит, мы можем использовать transition и увеличивать, соответственно, duration. Допустим, до двух секунд. И тогда нам будет проще понять, что происходит, корректно ли работает наша анимация вообще, в принципе, или нет. В данном случае мы видим, что она вполне себе корректно работает. Наверное, только border я все-таки перенесу вот сюда. Вот так. Да. Да, так вот оно выглядит поприятнее. Ну и, конечно, все то, на чем мы работали до этого, оно не отменяется. Всякие типы анимации, из-зинги, они здесь тоже могут иметь место быть. Мы оставим значение duration по умолчанию, и оно достаточно интересно будет у нас отрабатывать. Тут есть какой-то небольшой глюк. Давайте вернемся на большую скорость. Вот на большой скорости этого глюка незаметно. Оставим 0,2. Ну так тоже незаметно. Ну, видимо, все-таки был просто глюк. Значит, нюансы. Нюансы по работе с animate presence. Мы, конечно же, можем захотеть, чтобы у нас изначально наш коллапсер был видимым. Соответственно, сделать ему true. Ну, нюанс будет заключаться в том, что если у нас элемент видимый, и если у нас отрабатывает анимация, то по умолчанию эта анимация при загрузке страницы будет у нас срабатывать. А мы можем этого не хотеть. Если хотим, окей, нам ничего специально делать не нужно, но мы можем хотеть, чтобы изначально оно было так, как есть. То есть, грубо говоря, не анимировалось, анимировалось только по клику. И для этого у нас в animated presence есть специальный проб, который называется initial. И мы можем ему передать значение false. По умолчанию он true. В таком случае изначальное состояние приложения будет без анимации. И уже по необходимости анимация у нас будет отрабатываться. Ну, я напомню еще раз, да, что изначально animation presence мы используем для того, чтобы наша нода, которая динамически у нас исчезает и появляется из дома, чтобы она могла при этом анимироваться. Вот это первый нюанс с достаточно простым компонентом. Давайте сделаем второй. Ну, чуть-чуть сложнее, не так, чтобы сильно сложный, но чуть-чуть все-таки интереснее. Collapsible нам больше не понадобится. Мы можем его спокойненько ударить. И создадим следующий компонент. Он у нас будет называться фильтр. Давайте покажу, что я хочу сделать. Соответственно, очень хороший сайт W3Schools, который куча примеров содержит. Я хочу вот подобную штуку сделать, соответственно, с переключалками, но чтобы эта переключалка была у нас с анимациями. Или частично я возьму отсюда же, ну и разметку тоже частично возьму отсюда же. Соответственно, наш фильтр, которым мы хотим работать. Нам здесь точно так же понадобится работа со состоянием. Соответственно, из React мы берем useState. Здесь нам точно так же понадобится из framerMotion взять animatePresence и наш стандартный motion, который обеспечивает нам самое интересное. Ну и наш компонент. Наш компонент фильтр. Он у нас, вероятно, будет принимать пропсы и что-то внутри себя делать. Давайте сразу его экспортируем, чтобы не забыть. И подумаем, что же нам нужно внутри. И очевидно, нам нужны будут какие-то данные. И эти данные мы можем деструктурировать прямо здесь. Я думаю, что ничего кроме данных мы получать не будем. Мы могли бы эти данные импортировать даже сразу. У меня есть отдельный файлик с данными. Соответственно, здесь что у нас предполагается? Какие-то категории и, соответственно, title. Опять же, если мы вернемся на пример, здесь просто будет текст, и у каждого элемента есть какая-то категория. Соответственно, категория выражена в классах, благодаря которому потом вся эта фильтрация происходит. Не особо сложная тема. В данном случае вот такие вот маленькие объектики у меня здесь будут лежать. Соответственно, с чем мы будем работать? У меня будет в стейте. Изначально хранится часть этих данных. Соответственно, я буду фильтровать их. По категориям, причем, ну, вполне конкретной категории, я хочу, чтобы по умолчанию у меня отображались машины. Ну и здесь у меня, соответственно, будут храниться карточки. И я эти карточки буду потом видоизменять. SetCartes. Для разметки мне будут нужны кнопки. Мне понадобится функция управления этими кнопками. Ну и, соответственно, мне нужны будут карточки. Для кнопок я, пожалуй, создам отдельный компонент. Так его и назову Button. Button.jsx. Кнопки у меня будут использовать из фреймера Motion. Будут использовать они Motion. Motion. Соответственно, у меня будет кнопка. Кнопка совершенно точно будет принимать пропсы. И что в этих пропсах я ожидаю получить. Соответственно, будет, разумеется, у кнопки текст, на которую мы будем кликать, и какую-то функцию обработчик. У нас тоже должен приходить, соответственно, некий handle. Handle. Handle.click. Если вдруг мы забудем его передать, чтобы ничего не сломалось, мы здесь сделаем данную лушечку. Ну и возвращать мы будем, собственно говоря, кнопку. Но не обычную кнопку. Мы будем возвращать Motion-кнопку. То есть на Button. У которой будет тот текст, который мы передадим снаружи, и у которой будет пачка определенных методов. Я буду использовать стили, опять же, те самые, которые предлагает нам вся вот эта история. Соответственно, здесь есть разметка, есть стили. У меня есть заготовленные стили. Я их просто возьму и скопирую. И буду их использовать через атрибут Style. Для того, чтобы у меня был эффект ховера, мы с вами уже смотрели в предыдущем видео, что у нас есть событие While Hover, и мы можем здесь что-нибудь для него нарисовать. Соответственно, можем сказать, что если у нас есть ховер, то мы поменяем бэкграунд, допустим, на цвет д-д-д. А когда мы будем кликать и держать клик, событие Active, по сути, мы еще раз изменим бэкграунд, и, соответственно, у нас будет, допустим, решетка CCC. Ну и, соответственно, обработчик клика мы, конечно же, будем вешать, и тот обработчик, который мы получаем извне. Вот таким вот образом. Кнопочка у нас, по сути, готова. Взглянем на нее, посмотрим, да, она у нас должна иметь небольшой Motion. Motion в данном случае будет отрабатывать вот эти вещи. Дополнительный анимейт нам с вами никакой не требуется. Все. С кнопочками закончили. Мы ее импортируем сюда. И потом будем использовать. Значит, нам из данных, из этих данных надо будет сформировать кнопочки. Вот здесь вот есть какие-то категории, и нам нужно будет уникальные эти категории собрать. Соответственно, мы подготовим кнопки Buttons на основании тех данных, которые мы получим извне. Соответственно, у нас будут данные. Мы обычным Reduce'ом по ним пройдемся и скажем следующую вещь, что мы хотим сформировать новый массив, соответственно, мы будем собирать этот массив по условию, что если у нас уже в нашем массиве, который мы формируем, уже есть includes, если есть та категория, которая прилетела нам при определенной итерации, то мы ничего не изменяем, мы возвращаем тот же массив, с которым мы работаем. Ничего никак его не правят. Ежели еще у нас нет определенных данных, категории определенные, соответственно, мы будем возвращать текущие значения и добавлять туда новое значение конкретной категории. Таким образом, мы получим уникальный набор категорий. Это будет массив строк, который будет содержать все категории. В данном случае их три. Cars, Fruits и Animals. Ну и нам нужна будет функция HandleFilter, которая будет принимать некий селектор и которая будет у нас менять набор карточек. Соответственно, она будет пробегаться по нашим данным, делать им фильтр на базе селектора. Соответственно, мы будем брать каждый элемент и говорить, что категория элемента равна селектору. Вот такой простенький Handler. Ну и наша разметка, которую мы будем возвращать уже нашему пользователю, нашим посетителям, как она у нас будет выглядеть. Много дивов у меня здесь запланировано, соответственно, у меня будет отдельный див с кнопочками. Соответственно, я беру мои кнопочки, обхожу их и для каждой конкретной кнопочки возвращаю компонент кнопки, который мы с вами до этого написали. Нет, дочерних элементов у меня там не предвидится, но у меня предвидится некий набор параметров. Разумеется, нам нужен Key, так как у нас идет маппинг. BTN. В данном случае это просто текст. Просто текст, поэтому опять же мы его и в текст тоже передадим. BTN. И наш HandleClick будет выглядеть следующим образом. Мы будем вызывать HandleFilter и в этот HandleFilter будем передавать BTN. По факту BTN это и будет селектором. Скачать селектора будет либо Cars, либо Fruits, либо Animals и так далее. И по нему мы уже будем делать фильтрацию. Это набор кнопочек. Давайте сразу наши фильтры подключим на нашу страничку. Import. Filter. Components. Filter. И добавим его на страницу. По-моему... А, фильтр у нас данные принимает. Соответственно, нам нужно эти данные сюда импортировать данные. И эти данные естественно передать в фильтр. Data равно Data. У нас здесь небольшая опечатка. Да, конечно же, не ReactQ, а просто React. И да, конечно же, не Include, а Include у нас здесь в методе массива. Вот такие у нас кнопочки. И по клику на них мы должны будем отрисовывать карточки. Давайте карточки тоже добавим. Для карточек у нас тоже будет Div. У этого Div будет простенький стайл. Прямо здесь его напишем. Здесь точно так же, как в прошлом примере, мы сделаем Overflow Hidden. И добавим просто ограничение по ширине. Максимальная ширина. И сделаем ее, допустим, 400. И уже то, что будет внутри, мы положим в Animate Presence. Соответственно, у нас будет какое-то содержимое, видоизменяться. Оно будет то появляться, то исчезать. То есть мы можем не только с одним элементом так работать, а с группой элементов. В данном случае мы будем работать с карточками. Мы будем их обходить. И будем, соответственно, возвращать нечто конкретное на страницу. В данном случае мы вновь будем возвращать MotionDiv. И нам этот MotionDiv нужно будет настроить. Соответственно, текстом этого MotionDiv будет элемент Title. Напомню, откуда мы его берем. Это вот этот объектик. С ним мы работаем. Вот наш Title. И здесь какая-то еще у нас есть и категория. И нам надо это все дело описать. Нам здесь нужен K. И, как всегда, элемент Title. Нам нужен, ну, какой-то стиль нам нужен, да. Соответственно, я его тоже просто скопирую из того, что предлагает нам W3Schools. У меня есть небольшая заготовочка. Вот такой у меня есть BoxStyle. И я его сюда повешу через AttributeStile. Далее нам нужна как раз анимация. Я хочу сказать, что изначально, ну, анимация будет очень простенькая в данном случае. Мы хотим просто понять логику, с чем мы работаем. Мы будем из Opacity 0. Здесь, конечно же, объект, поэтому пара фигурных скобок. Далее у нас будет сама анимация. Animate. Анимировать мы будем до Opacity 1. По Opacity 1. И, соответственно, выход анимации. Когда у нас размонтируются конкретные элементы, у нас точно так же будет Opacity 0. Вот так это будет выглядеть. Давайте посмотрим, с чем мы работаем. С чем мы работаем. Итак. Сразу видно проблему. Давайте мы увеличим время. Опять же, чтобы было еще заметнее, с чем мы работаем. Opacity 0. В течение одной секунды. У меня сразу в доме находятся карточки. И одни, и другие. Одни появляются, другие исчезают. Причем, по-моему, те, которые появляются, они появляются как-то достаточно грубо. Ставят вопрос, как нам добиться того, чтобы у нас анимация была более плавной. Чтобы лишние элементы в доме не находились. Сейчас, опять же, мы видим, вот они, три элемента. Мы хотим переключить. Мы видим шесть элементов, и все они анимируются. И нам нужно сделать некую последовательность. И здесь точно так же у нас Animate Presence предоставляет вполне конкретный проб. Он называется Exit Before Enter. Что это означает? Сначала у нас отработает анимация исчезновения тех элементов, которые должны пропасть из нашей разметки. И только после этого появятся элементы, которые должны, соответственно, отрисоваться. Давайте посмотрим, как теперь у нас эта вся история будет происходить. Ну, опять же, да, мы видим, что у нас сразу отработала анимация. Мы уже знаем, как сделать так, чтобы этого не было, если мы не хотим, чтобы у нас сразу была анимация при первой загрузке страницы. Вполне возможно, что чаще всего мы не хотим. Но Exit Before Enter, он обеспечил нам, что сначала произошла анимация исчезновения, потом анимация появления. Они не совмещены, они идут по очереди. Если мы посмотрим в разметку, здесь мы видим три элемента. Они анимируются, исчезают, потом появляются три других элемента, и они уже анимируются. Вот такой вот у нас гибкий компонент Animate Presence, который вкупе с компонентом Motion дает достаточно широкие возможности. Мы посмотрели с вами достаточно простые примеры, но на базе тех возможностей, которые мы уговорили, можно сделать самые-самые сложные вещи. Все, что касается мобильного меню, обычного меню с различными упадающими штуками, с табами и так далее. То есть вариантов для творчества очень много. На официальной документации с Animate Presence есть отличный пример со слайдером, опять же, со ссылкой на код, как он сделан. Здесь используется тот же самый Animate Presence, правда, даже без каких-то дополнительных нюансов. Но нюансы эти есть, с ними в процессе работы можно встретить, и мы с вами их разобрали. Надеюсь, видео вам понравилось. Напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий, и до встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok